Ребекка Брукс, возглавлявшая ранее издательский дом News International, возвращается на свою должность через год после снятия обвинений в причастности к скандалу с прослушиванием телефонов и попытке дачи взяток сотрудникам правоохранительных органов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Скандал с незаконными методами работы журналистов отдельных британских изданий разгорелся в июле 2011 года. Тогда выяснилось, что издание News of the World прослушивало голосовую почту телефонов тысяч британцев, не только знаменитостей, но и жертв преступлений и терактов. Также папарыцы нанимали частных детективов и подкупали сотрудников полиции, чтобы получить сенсационную информацию. Газета отмечает, что официальное назначение Брукс может состояться уже в начале сентября этого года. Ее назначение станет элементом кадровых перестановок в издательстве, которые включают уход с поста исполнительного директора News UK, а также назначение нового главного редактора издания SON, основным претендентом на эту должность называют заместителя главного редактора Daily Mail Тони Галахера. По данным и Financial Times, нынешний редактор SON Дэвид Динсмор будет работать вместе с Брукс на одной из руководящих позиций. Ребекка Брукс ушла с поста четыре года назад в связи со скандалом и арестом, однако, как пишет газета, никто не сомневался в ее возвращении на должность после того, как все обвинения были сняты с нее в 2014 году. Субтитры создавал DimaTorzok